Все, запись началась. Вот, сегодня, добро пожаловать, сегодня 6 декабря. Сегодня начало у нас идет марафона. Привет, привет. Я вам передаю слово Хасаев Магомедович Алиев. Ну да, приветствую всех еще раз. Очень рад, очень рад и очень приятно, что здесь у нас будет очень много людей, которые хотят получить домашнее задание 5 минут в день, чтобы делать специальные упражнения, которые помогут каждому, каждому человеку. Вот тебе, например, тоже, Алексей, будешь их делать каждый день 5 минут в день. Специальные упражнения. Да, из метода ключ, из метода ключ, которые помогут. Первое. Повысить свою уравновешенность. Да, баланс найти. Мы будем 21 день. Каждый день, как домашнее задание. Каждый из участников марафона, 5 минут в день, который помогает оторваться от всей суеты дня, от забот, впечатлений, тревог, страхов своих. Переключиться. Переключиться к самому себе, к самому себе. Снять лишние напряжения, выйти на самого себя, понять, чего ты хочешь, как этого проще достичь. Там это будет происходить автоматически. Да. Но я специально хочу сказать, что получит каждый в результате. Каждый в результате получит в течение 21 дня, как цель в результате, что он станет более уравновешенным, легче будет сосредотачиваться, когда он хочет на чем сосредоточиться, легче будет переключаться, когда он захочет переключиться, легче снимать стрессовые напряжения, волнения, быстрее восстанавливаться. Очень много там ждет. У человека будут, у каждого. Положительных, положительных, положительных улучшений. И потом в результате этих 21 дня каждый из нас посмотрит на себя, каким он был раньше. И каким он станет. И каким он станет. И он скажет, слушай, все стало проще. Я стал проще смотреть на вещи. Я стал находить выход в таких тупиковых ситуациях, которые раньше мне казались безвыходными. Вот же, что важно, чтобы в условиях какой-то неожиданности и какой-то неопределенности как-то быстро-быстро сообразить, как успокоиться, как найти верное решение в любом вопросе, которым человек занимается. Это в результате. Это в результате. Там будут происходить во время ежедневных 5 минуток, которые каждый человек будет делать сам, будут происходить потихоньку, потихоньку накопительные эффекты. Накопительные эффекты. И поэтому очень хорошо было бы, Алексей, если бы каждый участник нашей школы, нашего марафона писали, писали. Маленький-маленький отчетик. Писали. Как отзыв маленький по своему состоянию. Я сегодня вот чувствую себя так, а вчера чувствую себя так. Что я сделал? Что у меня получается лучше? Потому что главное здесь из тех приемов, которые я сейчас покажу, подобрать каждому лично свои собственные приемы, которые приятнее всего делать. И оказывается, и оказывается, вот этот поиск приятности и легкости, выполняя эти упражнения, как раз таки является путеводной звездой к внутренней свободе. Вот, например, я сейчас попрошу Наташу именно здесь, в этих немножко стесненных условиях, на фоне моей картины замечательной, которая называется «Скрипачка», на фоне этой обстановки, чтобы каждый понимал, что это можно делать в удобное для себя время, в любых условиях, в удобных и неудобных. ну, пять минут. Пять минут регулярно, один раз в день. В удобное для себя время. Да, для самого любимого, да? Для самого любимого. Именно так. Именно так. Не так, как делает кто-то и где-то, а именно, как человек делает сам для себя. Да. Так вот, поэтому я попрошу Наташу быть в этом случае, как это, учебное пособие, ты сказала, да? Наглядное пособие. Наглядное пособие. Я говорил, что ты делаешь, ну, как бы, как бы ее обучая, хотя она многое уже знает. Некоторые упражнения я не знаю. Да, она, например, не знает упражнения сканирования. И мы начнем со сканирования. Мы начнем со сканирования. Значит, пожалуйста, ставим вот так вот, чтобы все тебя видели. И начинай вот так вот, медленно-медленно, в приятном ритме вращать голову. Да, да, а думай, о чем думается. Пусти мысли на самотек. Вектор внимания именно на том, о чем тебе хочется думать, о том и думай. Если какие-то переживания у тебя, переживай. Да, да, переживай. А Сиди, я могу делать? Ты тоже можешь делать, пожалуйста. А Сиди, могу делать? Я выгляжу в кадре. О, молодец. Думай о том, как ты выглядишь в кадре. Да, 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 да. Это же тренировка устойчивости, психологической устойчивости к любым будущим обстоятельствам. К любым будущим обстоятельствам. Делай, делай, делай. Делай в том ритме, который тебе нравится. Внимание, внимание. Это упражнение, первая часть сканирования, делаешь именно так, как тебе нравится. Лично каждому, как нравится. В том ритме, с тем поворотом, как тебе нравится, как тебе приятнее, как тебе комфортнее. Это делается 15-20 секунд. Тебе так нравится? Я уже захотелось в другую сторону. Ну, поверни, да, поверни в другую. Давай, пожалуйста. Я лихо, но уже покрутил в другую сторону. Ну, вот, мне хочется так. Не надо расслабляться. В этом упражнении не надо стремиться к каким-то расслаблениям или к чему-то. Просто делайте, как приятнее, думая, о чем думается. Если вы переживаете о чем-то плохом, переживайте. Даже если может плакать захочется, плачьте. Но делайте на фоне этого упражнения. Так? Молодец. А теперь, пожалуйста, упражнение сканирования продолжается. Пожалуйста, теперь на уровне плеч. Делай любые повторяемые движения. Любые, любые повторяемые движения. Хочешь так, хочешь так, хочешь так, хочешь так. На уровне плеча. Давай. Да, да. Давай, давай, давай. Тоже, тоже, тоже. Недолго. 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 Да. Да, полминутки. Так, давай. Молодец. Молодец. Любые повторяемые движения. Вы помните, что я впервые сформулировал, что повторяемые движения снимают напряжение. Особенно, когда человек входит в ритм, они снимают напряжение быстрее. А для того, чтобы войти в ритм, это как мама качает ребенка, она подыскивает ему ритм, чтобы он успокоился. Да. Чтобы синхронизация произошла с частотой повторяемых движений и текущим индивидуальным состоянием. Вот, вот, вот. Ну, Наташа так нравится делать. Пожалуйста. А теперь на уровне, опускаем сканирование, на уровне ведра, любые повторяемые движения. Хочешь так делай, хочешь так делай, хочешь вот так делай, хочешь, как холохоп в детстве крутили, обруч такой. А вот это уже не будет на уровне ведра, если поворачиваешься? Правильно, что ты делаешь, правильно, да. Поэтому я тебе попросил это делать, а ты не знал это упражнение, теперь буду знать. Это потрясающее упражнение, называется сканирование. То есть ты делал сначала на уровне головы. Он быстрее получается, чем у меня. Он и головой быстрее... А у Алексея такой ритм. Каждый подбирает свой ритм. Да, я энергичный. Каждый подбирает свой ритм. Причем один день будет такой ритм, другой день вам захочется в другом ритме, в третий день может быть опять в таком ритме. То есть в зависимости от вашего индивидуального текущего состояния, момент применения, упражнения, у вас может быть свой ритм, который меняется раз от раза, а может быть один и тот же. У меня даже спина начала потеть. Ну пусть потеет. Да, я понимаю. У кого-то болезненные точки, к примеру, в шее, в плечах. Обходить болевые точки. Потому что я уже сказал изначально, компасом к позитивному развитию является поиск свободного действия, наиболее комфортного для вас. Запомните это. Это называется зеленая зона. Зеленый коридор. То есть вы идете... Вот, вот у Алексея. Как он пошел делать. Да, Алексей, Алексей пошел делать. Но мне не видно, сразу говорю. Это вас видно только. В процессе может захотеться поменять... Поменять движение, пожалуйста. Иди по зеленой зоне. То есть по зоне максимальной комфортности. Потому что нас всегда учили в жизни, без труда не вынесши рыбку из пруда. А здесь мы, наоборот, для восстановления, чтобы в жизни было больше сил, для восстановления ищем, как легче сделать. Потому что мы сейчас заряжаем, заряжаем батарейку нашего мозга. Батарейку нашего мозга с запасом питательных веществ. И включаем эндорфин. Это упражнение самого сканирования. Это качать эндорфин. Так. А теперь на уровне колен. Любые повторяемые движения. Вот Наташа так стала делать. Любой частотой, которая тебе нравится. И любое движение, повторяемые рук. Я тоже повторяю. Каждый из нас будет делать сканирование. Сканирование. Повторяю. Сначала повороты головой. В удобном для вас ритме. Каждому в отдельности. Лично в ваш ритм. По зеленой зоне. То есть максимальной комфортности. Обходя болевые точки. Да. В любом ритме, как вам нравится. В данный момент. В таком движении сразу руки подключаются. О, вот-вот-вот. Тело начинает подключаться. Тело начинает подключаться. И поддиктовывать, что именно нужно делать. Это очень важный момент. Очень. Так. А теперь, пожалуйста, голеностоп. Хочешь так делай. Хочешь так, так как-то там вращай. Мне больше нравится перекатывание. Давай перекатывайся. Это может быть любое. Со стопы. С пятки на носок. С наста на пятки. Давай, давай. И ручки держи, как тебе удобно. Правильно ты делаешь. Молодец. Да. У кого-то может быть другое совсем движение. Не только книжки. Можете танцевать кто-то нашли. Да, да. Видишь, уже настроение у тебя. Меня не видно. Я вас показываю. На танцах она вспомнила почему. Не случайно. Потому что, если в этот момент вам захочется добавить танцевальное движение, добавляйте. Ох. Я, например, вот так вот. Или вот так вот. То есть, по существу, когда вы сканирование делаете, у вас по ходу сканирования может появиться потребность добавить что-то другое. Пожалуйста. Мы идем в направлении зеленой зоны. То есть, в направлении раскрепощения, освобождения. Обходя все болевые точки, все напряженные участки. Идем туда, где нам легче. Мы впервые слышим, нас обучают, как делать работу легче. Вот, вот, вот. Это позволяет нам накопить силы для серьезной работы, где там надо преодолевать трудности. Это перед соревнованиями. Это перед написанием следующей статьи. Это перед рисованием. Сканирование. Что значит именно сканирование? Прошли сверху донизу. Потом на 5-10 секунд замерли. Важный момент. Оцепенели. А теперь, а теперь, внимание. Одно из того, что вы сделали, выбирайте то, что вам было приятнее, легче, комфортнее, свободнее. И повторите тот участок, который вам понравился. То есть вы просканировали себя повторяемыми движениями, а теперь выберете то, что вам понравилось. Ну, мне больше всего вот последнее. Последнее, да? Причем я скатываюсь на пятку, а потом у меня добавилось движение. Когда я с пятки на носок, я еще немножко потрясаю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. То есть движение может и боя добавиться. Ну и руки участвуют, и равновесие. Так, это мы сделали сканирование. Второе упражнение добавляем. Второе упражнение. Это из домашнего задания. Второе упражнение. Шалтай-болтай. Поехали. Сюда-сюда. Повторяемые движения снимают напряжение. Именно тогда, когда входишь в ритм, когда это делается на автомате, когда мысли идут на самотек, думаешь, о чем думается, переживаешь, о чем переживаешь. Самое главное, у тебя есть цель. Ты знаешь. Ты знаешь, какие качества у себя хочешь развить. Ты знаешь, какие свойства ты хочешь обрести. Ты знаешь, чем ты хочешь заниматься. Каким ты хочешь быть. И в этот момент, когда ты делаешь шалтай-болтай, переживай, о чем ты переживаешь. Переживай. И если тебе уже не приходят в голову никакие плохие мысли, начинай мечтать. Мечтать. Мы говорили об этом, о предстартовом, когда делали предстартовое видео. Я говорил об этом. А теперь мечтай. То есть, когда ты выходишь из негатива, за счет снижения напряжения, открывается поле для мечтания, свободное сознание. И там мечтай, каким ты хочешь быть. Это очень важно. Представляя себя в идеале, каким ты хочешь быть, как ты хочешь выглядеть, как ты хочешь ходить, как ты хочешь улыбаться. Воображай себе это. Что в любой трудной ситуации ты сможешь вспомнить только это. И тебе станет легче. Да, будут ситуации, где ты не сможешь делать эти упражнения. Это домашнее задание. А там, в обычной жизни, в реальности, когда тебе надо будет быстро переключаться, быстро провести себя в порядок, найти себя, ты только вспомнишь это, и тебе станет легче. Это психофизиология. Это не просто психология и не просто физкультура. Это элемент синхрогимнастики с настроенностью на достижение желаемых целей, желаемых результатов. Молодец какая. Посмотрим, что там происходит. Ну вот я уже как бы не могу стоять на месте, я начинаю немного поворачиваться, переступать с ноги на ноги. То есть я не на одном месте выполняю эту упражнение. То есть как же делать по-своему? Как же делать по-своему? А кому хочется, например, делать быстрее, делайте быстрее. Кому хочется еще медленнее, делайте медленнее. Не надо там стараться расслабиться, не надо там стараться выходить на ноль, не надо там. У вас есть мечта. А ноль там сам происходит, когда нужно. Автоматические переключения при повторяемых движениях со стройностью на задачу само происходит. Да, у мечты есть своя скорость. Конечно, конечно. А вот удивительное дело, что после этого будет какое ощущение. Вот сейчас увидите. Да, когда вы каждый день будете это делать 5 минут, вы увидите, что происходит. И что еще надо добавить? А? Конечно, конечно, надо добавить ключевой стресс-тест. А как же без этого? Это же индикатор напряжения с обратной связью, который автоматически изнимает напряжение. Это единственный в мире тест, который не только тестирует тебя, но и одновременно регулирует тебя. Это тест с обратной связью. Так, ну давай теперь попробуем. Ключевой стресс-тест. Воображай, что руки расходятся. Найди образ, найди образ, найди образ. Вот пошло, пошло, пошло. Если в этот момент тело начинает покачиваться, пусть покачивается. Поэтому, если вы чувствуете беспокойство, ноги пошире поставьте. Ну, Алексей уже улетел. Я маху, говорит, да. Ну, у меня, как обычно, одна рука раньше, другая в поле. Наташа же эти приемы знает, она просто сканировала, не знала. Да. Так. Ну, после сканирования ключевой стресс-тест идет лучше. Да, это удивительно. Да, да, да. С дебютом, Диана. А теперь добавляйте, а теперь добавляйте. Следующее упражнение. Потряситесь. Давайте, потряситесь с максимальной чистотой. Потряситесь, потряситесь, как будто стряхиваете себя что-то. Как будто стряхиваете себя что-то. Потряситесь, потряситесь, руками потрясите, и ногами потряситесь. дрожание создайте, дрожание создайте. Напрягитесь в какой-то момент, а потом отпустите и опять делайте шалкой балкой. Да-да-да, вот так, вот так, вот так. И время от времени вспоминайте свою мечту, каким вы хотите быть в идеале, в идеале, в идеале каким вы хотите быть. Да-да-да, не бойтесь, не бойтесь, не стесняйтесь. Это уровень, который вас подтягивает, подтягивает. Вы увидите, потом люди начинают больше на вас обращать внимание и больше прислушиваться к вам. Потому что внутри у вас начинает происходить раскрепощение, вы становитесь свободными и люди слетаются своими взглядами, как мотыльки на огонь. Потому что солнце, солнце открывается, душа раскрывается, зажимы снимаются, страхи уходят, появляется ощущение чувства уверенности в себе, что я все могу, я же все могу, и ты все можешь. Главное нам снять зажимы, блоки, освободиться от лишнего стресса и выйти на самого себя, на своего естественного, на своего, как говорится, себя любимого. Да, это женщины лучше понимают, как они говорят? Себя любимую, да? Да, да, себя любимую. Да, ты уже пришла к этому сейчас или нет? Говори, как есть, как есть, все как по правде. У меня движения изменились, стали более равнашистыми. Очень хорошо, очень хорошо. Алексей, что начал? А меня вот так покачало. Он уже там улетает. Да, я улетаю. Сейчас добавляем сюда, добавляем сюда еще раз один раз. Скрипач. И еще раз добавь ключевой стресс-тест. И после того, как мы сделали сканирование, мы сделали ключевой стресс-тест. Да. И теперь после того, как потряслись, да, и мы загораем в космонавт. Представь себе, что ты в невесомости, в космическом корабле. Просто сыграй, промоделируй. Это имитация, как артист. Что ты в космическом корабле, что ты там в невесомости летаешь. Поиграй, поиграй, поиграй в космонавта. Поиграй, поиграй. После того, как ты сбросил все эти лишние зажимы, поиграй в эту легкость, в эту пушинку. Пушинка, ты пушинка. Ты летаешь. Тебе так здорово, так хорошо. Так хорошо. Вот ты летаешь, делаешь те движения, которые тебе нравятся. Даже притворяйся. Хочешь, не хочешь, когда ты притворяешься, память тела такая. Память тела такая. Она от этих движений выведет тебя на это состояние автоматически. Потому что эти приемы обладают синхронизирующим эффектом, который регулирует взаимоотношения между двумя половинами мозга. И все, все нейроны в нейросетях мозга, они из хаотического события переходят в порядок. Порядок. И ты начинаешь чувствовать, что ты становишься самим собой, каким-то бывал лучшие моменты своей жизни. Когда ты в детстве играл какую-то игру. Когда ты с кем-то разговаривал, чувствовал себя хорошо. Когда у вас получалось сообщение. Когда ты что-то писал, там какую-то статью, у тебя была большая удача, у тебя было вдохновение. Да, я все это рассказываю. Я рассказываю, что происходит у человека обычно внутри, когда он после того, как снял напряжение лишнее, вышел на состояние, поиграл в космонавта, даже просто помоделировал, просто пометировал, просто притворился, просто хотя бы притворился. У нас же 21 день впереди. И каждый день 5 минут этого даст в результате такое, что вы потом будете писать там все время с удовольствием, что у вас появляется какая-то энергия, удивительная энергия, какая-то внутренняя легкость. Это удивительная вещь. Это удивительная вещь. Я это наблюдал у тысячи людей. И после терактов, когда они делали у меня там по 100-240 человек, там после каких-то крупных терактов в Беслане, там в Минводах, там и так далее, делали эту разбрузку, вдруг слезы идут, а потом она кто-то села и говорит, ой, отпустила. Почему же сразу, говорит, так не села? А вот теперь психологи налетают, потому что это как раз таки базовая часть для любого метода, и для йоги, и для психологических тренеров, и для бизнес-тренингов. Это базовая часть, то, что мы даем как домашнюю пятиминутку на марафоне. А еще что можно здесь помечтать? Чтобы сбросить лишний вес, чтобы сбросить лишний вес, помечтать. Ну, представляй себе в идеале, и там начинают там происходить гормональные перестройки в течение 21 дня, по пять минут в день, и там будут происходить гормональные перестройки. Не ждите результата сразу, потому что когда человек ждет сразу результата, он сам себе мешает. Напряжение создается, напряжение. Ну, конечно. Когда ожидаешь, напряжение создается. Он как на экзамене. А это ведь на самом деле как детская игра. Это как детская игра, потому что, когда вы были дети, вы играли в детстве, это был не экзамен. И поэтому вы были там в детстве, в этой игре свободны. И когда вы заняты любимым делом, вы тоже свободны, потому что вам помогает сама природа, ваши таланты вам помогают. Да. А здесь мы как раз таки, перед любым делом важным, ответственным, будь то экзамен или трудная работа, если пять минут вот так сделаем, то потом работа идет легче. Хоть ты иностранный язык обучайся, хоть ты там иди тренироваться, хоть ты к рекорду готовься. Да-да-да, очень много людей, даже подростки, которые на соревнованиях, они зачем мне говорят? Да я просто ничего не делаю. Вот это, говорит, удивительное дело. Я просто стою, говорит, несколько минут, вот так делаю каждый день. А потом я заметил, говорит, или я заметила, что мне все легче удается. А если у меня победа, я, говорит, не так уже и так не в таком восторге, как раньше. А если у меня поражение, я, говорит, не так плачу, говорит, как раньше. Да. Потому что я теперь воспринимаю эти стрессовые события, как дополнительную тренировку для своего развития. Совершенно меняется психология в лучшую сторону. Это поразительно. Это поразительно. Как у тебя дела? Ну, как-то... Улыбается, видно. Нет, по-моему, она плакать хочет, да? Нет, по-моему, она плакать хочет, да? Как будто выпивали немножко, да? Ну, сегодня пятница, можно. Спокойно, спокойно, туманно. Очень необыкновенное, прям. Я сам лично говорю. Люди, они после этого испытывают, как будто они выпили вина. А другой человек при этом становится задумчивый. А третий человек при этом становится какой-то совсем спокойный уровень. Вот такой, да? Ну, какой из них ты сейчас? Ну, более задумчивый. Задумчивый, да. Возвращайся к себе. Кстати говоря, я заметил, когда Наташа писала книгу, да? Она вот часто находилась в каком-то состоянии. Она же вон там вот находится, я здесь. Я работаю, она там. Я смотрю, она сидит и задумчивая такая. То есть по существу человек приходит к самому себе. Каким он бывает в моменте, когда он соединяется со своими способностями и талантами. Я на самом деле в жизни тоже очень задумчивый. Я такой задумчивый бываю, да. Ага. А когда активное общение, я такой бываю, активно общаюсь там, понимаешь, вот. И не все понимают. Все думают, что я такой вот энергичный. А я на самом деле человек задумчивый. Да. Потому что у меня все время идут процессы какие-то творческие, поиски, решения. У каждого свое. У каждого свое. Поэтому не надо быть. Вот можно один вопрос? Как Иванов, как Магомедов. Не надо. Надо быть таким, какой ты сам есть сам. А какой ты сам? А такой ты сам, как тебе природа сделала по твоей генетике. Когда ты в лучшие моменты жизни, о чем ты думаешь? Что тебе больше всего нравится? Мне нравится думать. А другому человеку нравится бегать, прыгать, штанги поднимать. Он больше физически настроен. А третьему человеку больше нравится музыку сочинять. А мне думать нравится. У каждого есть свое. И человек приходит после этих упражнений к самому себе. И там начинается у него старт к лучшему развитию. Да. Именно туда, где он хочет себя усовершенствовать. Точно. Я понятно говорю? Это правильные слова. Очень сильно прямо сказано было. А вот Хасай хотел вот на какой вопрос задать еще. Сколько раз можно вот эту пятиминутку в день выполнять? И стоит ли ее вечером выполнять? Для людей, которые очень были перегружены. И как только они сделали сканирование. Как только они туда добавили повторяемые движения, которые им нравятся. Как только они добавили ключевой стресс, а потом полетали. Даже если не получилось ничего. Просто поимитировали. Поимитировали. Поиграли в эту как в игру. Они начинают чувствовать. Сколько раз им надо в день сделать. Или может быть хочется еще повторить. Пожалуйста. Пожалуйста. А может уже и не хочется повторять. Пожалуйста. Каждый чувствует. Потому что все зависит от исходного текущего состояния и целей, которые он перед собой имеет. Тело само будет дептовать. Правильно? Само. Инстинктивно. Человек начинает ощущать. Да. И поэтому если вы, кто-то из вас задаст мне вопрос. А что мне надо каждый день вот так. А если я допустим на работе нахожусь и чувствую стресс какой-то. Начальник меня поругал там или еще что-то случилось. Где же я там буду делать вот эти упражнения. А там и не надо делать. Это домашняя работа. Вот например есть физкультура. Да. Она всем помогает. Но это же не значит, что человек эту физкультуру должен каждый раз делать. И на улице, и на площади, и перед начальником. Это же не значит. Это домашняя работа. Но там вырабатывается у нас в синхрогимнастике и в приемах ключа. И диорефлекторных приемов. И в попытке выйти на состояние невесомости. Там вырабатывается интуиция. Потому что идешь ты по улице. Быстрее найдешь тот ритм, который тебе больше нравится. И обычная твоя ходьба станет тебе целебным результатом. Или например, ты пишешь какую-то статью. Ты быстрее начинаешь вырабатываться в работу. Быстрее приходят хорошие мысли. Или например, ты готовишься к встрече с другом. А ты с ним поссорился. И не знаешь, как с ним нормально поговорить. И он на тебя обиделся по какой-то привычке или еще чего-то. Разный же характер. У нас миллион. Но если ты это делаешь каждый день 5 минут. 21 день. У тебя развивается интуиция. И ты потом, когда ты встретился с другом. Ты найдешь, как с ним поговорить. Ты найдешь, как его дослушать. Ты найдешь, что ему сказать. Это интересная штука. Потому что развивается интуиция твоего поведения. Ты начинаешь лучше чувствовать, как решать разные вопросы. Как ветер подует, так ты под нее… Я хотела сказать, что там глаза, например, я заметила, что у меня были открыты глаза. Алексей, например, закрывал. Да, Алексей закрывал. Ему так больше нравится. Это не нужно повторять за кем-то, а вы делаете, как вам… Видите, что Наташа делает? Она разговаривает и одновременно так делает. Потом еще, может, мне, после чего этого все равно захотелось вернуться к какому-то упражнению. Ну давай вернемись к упражнению. Вот я его и делаю. Алексей тоже, я видел, сидел и все. Потом он взял. Да, да, да. А вы видели на футболе? Один тренер, значит, футбольный сидит, вот так вот смотрит, как его и драки, которых он тренирует. Играет. А другой в это время сидит, качается вот так. Да, это вот у гребенщиков все время вот так качается. Я это видел просто на видео. Поэтому он свободный человек, потому что он снимает повторяемыми движениями и лишнее напряжение. Ей-богу, он сам не знает, почему он такой свободный. А потому что он интуитивно понимает, что если его природа требует от него вот этого покачивания, стало быть, это нужно для чего-то. Он же сам сказал. Я просто чувствую. Он сам не знает, что повторяемые движения автоматически стреляют напряжение. Но наша задача, чтобы люди, которые обучаются саморегуляции, не качались на улице, не качались на выступления, не качались на встречи. А это домашняя работа, которая вырабатывает навыки в жизни быть устойчивым. Ты откачался дома, и у тебя уже все, ты освободился, снял лишнее напряжение и все. Но если человек не выспался, что он будет после этого чувствовать? Ну, зевать захочет. Конечно, он захочет спать. А если ты был очень сильно напряженный, или эта девушка напряженная была, много стрессов принесла, и она вдруг делает эти простые действия, что у него может появиться? Наверное, ощущение будет, что опьянение не появится. Опьянение может появиться. А у другой слезы пойдут. Она скажет, что это такое? Я держала себя в руках, стала делать вот эти простые действия. Ожидала, что у меня будет счастье, а у меня слезы пошли. А потому что разгрузка пошла. Да. А вот она сейчас выплачется, и легкость пойдет. То есть сначала организм делает то, что ему нужно по природе, чтобы восстановить баланс. А потом то, что нужно тебе по твоей мечте. Да. То есть сначала он тебя защитит, а потом даст свободу для того, чтобы ты исполнял свои желания. Да. Понятно, да? Да. Можно вопрос у меня? Да. Интересный момент, что когда люди просто плачут, вот они расстроились и плачут, они иногда... У них там повышается давление, они чувствуют себя плохо. А вот когда они плачут в разгрузке, то это совсем другое. Это другое совсем. Поэтому я начал с того, и сейчас... То есть такие желания не причиняют. Не причиняют наоборот. Наоборот, да. Наоборот, да. Я сейчас объясню это. Это очень хороший вопрос. Ты сейчас сразу походу задала, для всех объясняю. Переживание, переживание человека, если он здесь живет, у него повышает напряжение. Повышает напряжение, там возникают всякие проблемы. А нужно переживать, но на фоне этих упражнений. Это совершенно другой уровень. Это другое качество жизни. Это другое обычно состояние. То есть ты, когда сильно переживаешь, ты невольно это делаешь. Ты, когда переживаешь, ты ходишь по комнате, и ногой качаешь, и голову чешешь. Ты невольно делаешь эти повторяемые движения цикличные. Ты невольно это делаешь. А здесь ты делаешь их сознательно. Ты здесь сознательно делаешь повторяемые движения, и переживаешь на их фоне. И это дает возможность быстрее, быстрее освободиться от переживаний. Я себя вспомнил. Потому что ты никаких не денешься. Я себя вспомнил. Надо, чтобы мозг их прокрутил. Поэтому называется переживание – это пережевывание жизни. Пережевывание. Условно говоря, переживаю. Переживаю. И если ты сейчас переживаешь на фоне этих упражнений, ты быстрее снимаешь лишнее напряжение. А если ты переживаешь в таком положении, оно тебя взрывает. Он просто плачет. Он плачет над своей проблемой. Еще больше у нее углубляется. Углубляется, да. Потому что нужно соответствие. Между состоянием и действием. Когда тебе хочется вот так делать, надо вот так делать. Во время упражнений. Понимаешь, да? Я сейчас себя вспомнил. Такая стрессовая ситуация была. Я туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда ходил. Так ты знаешь, как куклу начальника в Японии колотили, да? Возрешали официально в некоторых офисах на первых, да? В некоторых компаниях. Кукла начальника в соседнем кабинете. И он заходит, и эту куклу начальника колотит. Почему? Потому что у него напряжение большое, да? И он его сбрасывает. И он его сбрасывает. А другому нравится. Когда он в теннис играет. В теннис играет. Видишь, у него какие движения? Видишь, какие движения? А третьему нравится плавать. И он как в ритм войдет, он может плыть бесконечно. Да. Да? В ритм войти. И вот мы учим человека, в данном случае, на примере Наташи. А я почему ее попросил сейчас? Она как раз здесь была. А тут не важно, кто. Тут не важно, кто. Знакомый тебе, незнакомый. Берешь сразу и предлагаешь. Если он нуждается в твоей поддержке, в твоей помощи. А ну сделай вот так. Повторю еще раз. Сканирование. То есть мы головой вот так делаем, делаем, делаем. В удобном для себя комфортном ритме. Секунд 15-20. Ну, до полминуты. Потом на уровне плеча. Что тебе удобно? Что тебе удобно? Это домашнее задание. Кому-то так. Кому-то вот так. Потом на уровне бедра. Потом на уровне колен. Потом на уровне стоп. Любые повторяемые движения. Потом застыл. Застыл. И задумался. Какое из этих движений тебе бы можно было повторить? И выбрал. Вот я выбрал вот это. А ты выбрал вот это. А тот выбрал с ноги на ноги. Вот Наташа выбрал с ноги на ноги. Каждый выбирает свое. То есть он отсканировал. Нашел свои действия. Ну и еще напряжение. Повторил его еще раз. Потом добавил. Потом добавил. Ключевой стресс-тест. А потом добавил тряску. Тряску. Больше, 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 больше. Подключая напряжение, напряжение. Тряску, тряску. А потом отпустил себе. И полетал, полетал. И тоже еще раз. Ключевой стресс-тест. Получилось или не получилось. Не имеет значения. Потому что результат будет накапливаться. Накапливаться, аккумулироваться. Опыт. В течение 21 дня. Пятиминутного применения. Накапливаться. И даст такой результат потрясающий. Ну пусть тебе все пишут, что это дает им. В работе. Что это дает им для сна. Что это дает им для того, чтобы когда они переговоры какие-то ведут. Что это им дает. Вот это домашняя работа. И актерам. Актеры очень любят эти упражнения. И люди, которые занимаются исполнительским искусством. И люди ораторским искусством. И бизнесмены тоже. Бизнесмены. Почему? Потому что они быстрее находят общий язык. Даже с проблемным собеседником. Это очень интересно бывает. Потому что там же важно, чтобы как-то правильно поговорить. Договор-то в основном начинается с намерений. Разговоров. Если ты в этот момент во время переговоров именно такой, какой ты должен быть. Как ты бываешь в лучшие моменты своей жизни. А эти моменты у тебя накапливаются за счет этих упражнений. Это просто так кажется. Просто так кажется. Когда уже это объясняют, показывают. Показывают, как это делают. Все кажется очень просто. И это замечательно. И касается. И просто. Потому что организм и сам требует этих действий в жизни. Но мы всегда это делали непроизвольно. Время. Сейчас мы будем это осознавать. Да. И объявляем марафон. Объявляем марафон. Да. Открытым. Они как раз таки улетают. Отрываются от гутиной реальности. И там они находятся. И интуиция у них открывается. Да, да, да. Молодец. У тебя это самый инструмент такой. Да. И все. Объявляем. И мы будем еще сопровождать наш марафон. В Ютубе время от времени выкладывать видео. В Ютубе. По разным философским и психологическим аспектам метода ключ. Который участник марафона. Время от времени в Ютубе смотрит. Еще лучше и лучше понимает. И тогда этот механизм, который мы сейчас показали. Начинает лучше работать. Да. Да, 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 да. Теория и практика. Да. Сегодня было. Потому что сейчас запись в любой момент. может... Из-за этого объявляем. Ну, давай. До встречи. До встречи. До встречи. Очень хорошее было сегодня у нас. Такой марафон. Спасибо тебе, Наташа. Наташа что-то спокойненькая такая. Она что-то грустненькая такая. Ну, такое настроение. Ну, и нормально. А вот 21 день пройдет. Да. Она вообще поменяется. Она вообще... 20 книг напишет за 21 день. До встречи, друзья. Все. До встречи. Благодарю вас. Угу.